С городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Да, наверное, надо было в понедельник, наверное, с утра вот эту тему брать, потому что как раз-таки в понедельник с утра, когда просыпаешься и думаешь, господи, ну не хочу я на работу, и вообще дождь сегодня обещают, и почему так похолодало, и где лето, которое два месяца всего назад вот жарило, что мы жаловались на жаркую погоду, а сейчас просто мерзнем. Три года назад, в этот же день, и об этом пишет портал Микс Ньюс ЛВ, было плюс 30. А сейчас и 10 мы не наскребем. Вон, компьютер, плюс 6 показывает. Все, в общем-то, факторы для того, чтобы впасть в депрессию. Ну да, на самом деле тема гораздо серьезнее, не так, как мы с Олегом о ней предварительно шутим. В общем, вещи не шуточные. И начинается кампания, которая так и называется «Цена депрессии». И о том, что это за кампания, на кого она направлена, и какова ситуация реальная в стране, мы сейчас поговорим с Марисом Таубе, президентом Латвийской ассоциации психиатров. Ксена Таубе, доброе утро. Доброе утро. Да, если можно, все-таки вот чуть-чуть микрофон, потому что он очень громко, да, с фоном звучит. И вот где, может быть, эта грань между вот таким, ну, действительно тяжелым диагнозом депрессии и, например, легкой, ну, хандрой, нежеланием, там, ой, боже мой, там, ну, вот, раздражением, усталостью. То есть, в принципе, ну, каждый из нас такое испытывает, но можем ли мы говорить о том, что вот прямо у меня депрессия? Это главная разница между депрессией и каким-то образом плохим настроением. У вас сказано, что это может быть вот это плохое настроение какое-то, что-то недовольное. Марис, простите, мы вас прервем, очень плохой звук, что-то не то с микрофоном. Если вы... Благодаря вот эту кампанию, о которой мы сейчас поговорим, когда свяжемся по телефону с президентом Ассоциации психиатров, каждый 14-й житель Латвии в возрасте от 15 до 64 лет страдает от депрессии. И до 80% предпринимали попытку суицида. И это действительно вот жертва депрессии. И сейчас, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону, потому что врачи указывают на недостаточное финансирование. И вполне возможно, что те пациенты, которым будет поставлен диагноз депрессия, смогут получать даже 100% оплачиваемые государством лекарства. И многие даже новейшие лекарства. Это будет для не только платежеспособной части общества, но и подобное лечение. Ну вот такая тема, действительно, то, что в этой области могут произойти в ближайшее время большие сдвиги. Вот об этом мы и собираемся поговорить с нашим сегодняшним гостем, с президентом Латвийской ассоциации психиатра Марисом Таубой. Я напомню, что телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Вы можете тоже позвонить и задать интересующие вас вопросы, особенно если вы испытываете какие-то депрессивные, может быть, моменты. И номер WhatsApp тоже не изменился, 2306191. Пишите, задавайте вопросы. Мы постараемся их озвучить и обсудить. Еще раз напомню, с Марисом Таубой, с президентом Латвийской ассоциации психиатров. Вот сейчас будем дозваниваться. И надеемся, что... Да я ничего не пропустил? Нет, ну я рассказал просто о том, что есть надежда на то, что эти лекарства будут оплачиваться государством даже на 100%, и это сделает возможность бороться с депрессией даже у тех, ну, той части общества, у которых нет денег на дорогие лекарства. Ну, и мы достали номер телефона Мариса, и сейчас пытаемся дозвониться, и звонок проходит-проходит. Марис, снимайте. Да. Ага, вот. Да. Отлично. Да, поговорите, пожалуйста. Да. Да, гораздо лучше слышно. Ура, исправили ситуацию. Да, ну и вот возвращаясь к вопросу, как понять, что у человека депрессия, а не просто плохое настроение, и, ну, вот какой-то временный, может быть, ну, момент, когда там все не ладится, знаете, как в понедельник, там, кофе перевернул, там, раздражение, и вот человек начинает говорить, а у меня депрессия вот осенняя. Да, у каждого человека могут быть какие-то ситуации, что какие-то внешние факторы, например, ну, раздражают, есть какая-то ситуация в жизни, какой-то плохой день. Но это всегда окончается, это начинается опять второй день нормальный, какие-то проблемы уже не кажутся такими острыми. Но если человека без какого-то видимого, какого-то повода, долгое время, это как минимум две недели, человек чувствует себя подавленным, ничего не интересует, то, что раньше его интересовало, радовало, то больше не радует, да, все кажется в темных, темных тонах, он не может концентрироваться на какие-то посредневные дела на работе, ему труднее работать, да, это уже признаки, что что-то не в порядке, если мы не можем найти этого, этого повода. Это затягивает. Это такие, ну, два таких момента, в которых, ну, действительно, надо обращать внимание. Это может уже быть депрессия, да, это уже не так, что плохо просто, мне сегодня что-то не удалось. Насколько вот это серьезное, ну, потому что многие все-таки относятся, может быть, к этому, и сами люди недостаточно внимательные, их родные, может быть, считают, ну, тоже, что, боже мой, ну, там, что ты... Расслабился, распустил нюни, там, соберись и так далее. Ну, да, что ты себе накручиваешь, соберись тряпку, вот это такое прочее. Выпей гументинку, все пройдет. Да, это очень правильно вы заметили, да, это то, что мы, например, задавая вопросам пациентам и нашим коллегам, мы видим, что это основная проблема, что люди все равно считают, и сам пациент считает, и родственники считают, что это просто какая-то, ну, просто какая-то лень. Да, даже сами пациенты говорят, я чувствую, что я какой-то ленивый, да, если мы посмотрим, он по жизни был нормальным, активным человеком, да, и это совсем не лень. И, конечно, вот эти предрассудки, да, что со мной это не может быть, родственникам тоже трудно осознавать, да, мы всегда готовы на то, что у нас может быть там аппендицит, или там нога сломана, да, но мы не можем принять то, что что-то с головой. Это кажется какой-то такой, ну, плохая какая-то черта, но это, ну, далеко не так, им можно помочь, и это одна из основных идей, почему мы хотим обратить внимание и не мучаться людям, и чтобы это не дошло до самоубийства и совсем плохих последствий. Ну, а нет такого в массе, я имею в виду, не клинические случаи, которые рассматриваются, конечно же, отдельно, нет ли впечатления, что просто действительно расслабились, и любые затруднения принято уже называть вот этим диагнозом депрессия? То есть обесценивается сама серьезность проблемы таким образом? Ну, это немножко зависит от государства, по Латвии я бы так не сказал, да, потому что мы видим, что, например, если задают вопросы людям, ну, как бы, в обследовании задают вопросы, депрессивные симптомы, оказывается, это 6-7% у людей есть, это, ну, реально уже это лимитическая депрессия, как мы оцениваем его, да. Если мы посмотрим по цифрам, то мы видим, что, ну, только какая-то десятая часть этих людей попадают в систему здравоохранения, они ходят к семейным врачам, ходят к психиатрам, получают помощь. Значит, есть какая-то большая, ну, большая разница, есть люди, которым действительно помощь нужна. Конечно, будут люди, есть государства, где, может быть, ну, говорится о том, что антидепрессанты употребляют слишком много, например, да, что вот люди считают, что каждую проблему надо... Надо обходиться. Да, это не латвийские случаи, мы употребляем атидепрессанты меньше, чем Литва, чем Эстония, чем вся Европа, да, и, ну, у нас пока еще другая проблема, что это и показывается по виду, что только людей делают самоубийство. 300 человек опять в прошлом году сделало 298 человек ушли от жизни, да, имею, и это на 80% это депрессия, да, так что мы... Далеко. Эта проблема еще пока, ну, не наша проблема. Но как государство может помочь вот такого рода людям, и насколько вот сейчас вот эта программа, она и может изменить ситуацию? Ну, государство старо старается, да, и мы тоже вместе с государством работаем, как от нас, от психиатров. Во-первых, это, первое, это распознать эту депрессию на уровне семейных врачей, да, потому что, конечно, конечно, не человек сразу бежит к психиатру, и не всем надо это. Надо, если депрессия легкая, например, ее можно распознать, семейный врач может распознать, семейный врач может начать эту терапию, может послать тоже к психологам, да, потому что легкую депрессию можно лечить у психолога. Но если она уже средняя тяжесть и тяжелая депрессия, то, конечно, тут нужна уже помощь психиатра, нужна уже комплексное лечение тоже медикамента, о чем мы говорили. И, конечно, тут уже, ну, тут, тут, тут надо, чтобы эта психиатрическая служба была доступна, да, чтобы эти медикаменты были более доступными, да. Так что делается образование семейных врачей, психологическая помощь, но еще мы видим, что не сдвигнуться с этой мертвой точки, скажем так, если мы еще, и психиатры больше будут работать, и будут, и они будут доступны, психиатрическая помощь, медикаменты, ну, тогда мы можем какой-то сдвиг. Ну, я смотрю позитивно, но это вопрос, вот, действительно, тоже обучение, обучение людей, вот, мы говорим, чтобы люди не боялись этой помощи, чтобы они поняли, что с ним происходит. Если все эти точки сопоставления будут в правильном, как бы, в правильном ракурсе, да, то, то, я очень надеюсь, что в ближайшие годы эти самоубийства снизятся и мы что-то достигнем. Скажите, пожалуйста, все-таки, что вызывает депрессию, вот, какие причины могут быть? Депрессии могут быть, ну, в основном, мы говорим о таких, ну, двух таких больших, первое, это, ну, мы можем говорить, что есть депрессии с людьми, которые, ну, не приносят какие-то вот серьезные внешние факторы, какие-то случаи, ну, например, тяжелый, не знаю, уход какого-то близкого человека. Что это может? Человек может с этим справиться, в основном человек должен через какое-то время справиться с этим, ну, как бы, видите, через этот кризис. Но есть люди, у которых система, их нервная система не так спина, и они впадают в депрессию, да. Вторая часть, это, конечно, эти такие, ну, скажем так, эндогенные, настоящие, так можно сказать, вирусы депрессии, где-то тем больше в генетиках, да. Мы видим, что люди, которым родственники, у нас лечат люди с семьями даже, там, мамы депрессия, она видит, что дочки депрессии. Ну, и тут уже, конечно, ну, тут они, конечно, посерьезнее, и, конечно, ну, уже надо лекарства. И, ну, скажем так, две такие основные причины, да. Есть всякие факторы, которые сопутствуют. Это, ну, например, развод человека, или потеря работы, да, одиночество, какая-то социальная ситуация, социальная нестабильность, да, то, что может быть для Латвии характерно, да, что не всеми решим медикаментами, да, но социальная ситуация тоже, она должна быть получше, или работа должна быть людям, да, чтобы они, ну, это тоже бы помогло, конечно, да. Ну, и говоря вот об этой компании, цена депрессии, в чем она будет выражаться, кого она затронет, как долго она продлится, каковы ее цели? Ну, основные цели, конечно, вот то, что я говорю, что мы, как общество психиатров, мы, конечно, хотим обратить внимание, мы хотим дать людям информацию, там будут и информации в масс-медиа, там будут обстания, болезни, будут, мы предлагаем людям, чтобы они делают самооценки, самооценки на депрессию, да, чтобы они поняли, обратить внимание, чтобы люди искали помощь, чтобы они, ну, мы видим тяжелые случаи, мы не хотим, мы хотим, чтобы они раньше, да, чтобы они, это одна цель, мы стараемся, ну, все-таки, чтобы обратить внимание тоже, какие мы в психиатрах, то мы меняемся, это, ну, что уже такие предрассудки, что психиатры какие-то всех будут куда-то засунули в больнице и лекарствами лечить, только это уже давно не так, и есть психологические помощи, и лекарства новые, и можно найти человек, может, хорошо, мы это тоже будем показывать через какие-то реальные случаи, да, были, прошли уже интервью с пациентами, которые лечились, даже не стоя, свое мнение о том, что не хватает, ну, и, конечно, такая третья цель большая, ну, скажем, обратить внимание, что-то государство продолжало эти хорошие начала, чтобы и лекарства были получше, потому что появляются новые лекарства, они иногда дорогие, да, человеку может быть 5-7 евро заплачивать в месяц, это большие деньги, в депрессии болеют люди, которые, которые иногда и сработаны им трудно, да, и это, ну, серьезная вещь, да, так что, ну, тут, 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 тут каждая помощь, и денежная, и лекарственная, может людям помочь. Так, скажем так, люди, обратить внимание, всегда немножко показать, что мы уже другие, и обратить внимание государству, какие-то такие, такие пункты. А сколько продлится вот эта вся компания? Она планируется, да, где-то до ноября, да, это где-то октябрь-ноябрь, где будет больше информации, где может больше в масс-медиах разговаривать, вот именно, именно вот о депрессии, как сказать, такой большой проблеме. Она, она, ну, вот это та проблема психиатрии, от которой, к сожалению, люди умирают. Мы много говорим о социальных проблемах, о каких-то хронических заболеваниях, это все правильно, да, это тяжело, и всеми людям. А вот это, потому что если цена, да, если человек не лечит депрессию, он уходит от жизни, это большая потеря для всех, для их близких, для его семьи, для государства. Нам каждый человек нужен, да. Мы говорим про автоаварии, где, может быть, там, 200 людей уходят из жизни, а тут 300 человек уходят, и мы вообще об этом не говорим. Это мужчины, это работоспособные, это 40-50 лет, это мужчина. Ну, это очень, для маленького государства нам каждый человек очень важен. Если кого-то можно спасти, это было бы очень-очень хорошо. Это есть смысл нашей работы. В чем, вот, если человек действительно, ну, вот, может подозревать, что у него какие-то есть симптомы, признаки, вот он чувствует угнетенное состояние, может быть, это проблемы на работе, может быть, ну, вот какие-то тревожные звоночки, что бы вы посоветовали сделать? Может быть, он не крайняя какая-то прямо форма, но он чувствует, может быть, усталость, потерю вкуса к жизни, он не видит смысла, может быть, вообще в жизни, вот, ну, для него жизнь теряет смысл, потому что ему кажется, какая-то рутинная, ну, что он совершает одни и те же какие-то бессмысленные действия, ходит на работу, но вот вдруг ему охватывает какое-то отчаяние. А зачем? Так ли я живу? Что вот можно сделать в этой ситуации? Ну, первое дело, это, конечно, эти все размышления, и, конечно, ну, очень важно не держать в себе, да, этот человек должен их, ну, поговорить, с кем-то все-таки посоветоваться, и большая проблема, что мы все это держим в себе, да, именно эти мужчины, которые, вот, хотя бы, там сильными держат, если он подвезет, если он доходит до такой крайней меры, я там должен быть сильный, он должен работать. Каждый человек имеет право быть слабым, каждый человек имеет право попакать, каждый человек имеет это право. Очень важно, чтобы человек все-таки по жизни держал какие-то социальные связи, да, скажем, человек – социальное существо, да, и это сейчас в кризисе, в этом ковиде появилось, что нам нужен этот человек рядом, да, значит, надо про это поговорить, и остальным надо обратить внимание. Может, действительно, поговорить, посмотреть, может, какие-то новые аспекты, может, иногда это надо все-таки какое-то новое занятие, может, это просто какой-то крик о помощи, человек проговорил, и ему стало легче, да. Первое – это немножко вныкнуть, да, найти человека, с кем это из семьи, ну, хорошо, это пикотерапевт, конечно, но это не всегда нужно, и не всегда это так сразу надо, да, но все-таки, ну, самое тяжелое, если я один, это моя, так-так не должно быть, у каждого есть родственники, и мы в этой быстром беге по жизни, мы теряем немножко, это надо сохранять, надо им и дорожить, да, и в такой трудный момент это может помочь. Это первое, и даже при самоубийцах, это первое интервенции, что мы с кем-то договариваем, вот я буду твоим, я с тобой, я понимаю тебя, я с тобой разговариваю, это уже снижает вот эти все мысли на какие-то проценты. Тогда можно думать о жизни, да, может быть, надо что-то поменять, может, вот это в настоящий момент, что какой-то новый, ну, новый скачок, может быть, мне надо какое-то, мой хобби поменять что-то немножко, найти какую-то компенсацию, потому что на работе мне может кажется, что все уже так рутинно, уже надоело, да, может быть, я что-то поменяю и компенсирую, пойдет какое-то время, я найду какой-то новый, новый отчет, новый смысл в моей работе, да. Главное проговорить, осмыслить все спокойненько, да, без быстрых каких-то движений, иногда мы делаем быстрее, мы сразу там бросаем работу, убираем, это тоже неправильно, это там сожалеем, да, и все со мной происходит. В чем смысл этого? Да, действительно работа, или во мне что-то случилось, или какие-то, может быть, какие-то проблемы с моими родственниками, я просто переживаю и таким образом реагирую. Да, так что, ну, первое, конечно, говорить, ну, плюс, конечно, тогда уже хобби, какая-то немножко физическая активность, сон, надо все-таки следить за сном, за сном, это все можно, 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 это минимальные вещи, что можно делать, да. Спасибо огромное за рекомендации, за описание, вещи действительно серьезные, проблема существует. Мы беседовали с Марисом Таубе, президентом Латвийской ассоциации психиатров, в преддверии новой социальной кампании, которая называется «Цена депрессии». Господин Таубе, еще раз спасибо, всего доброго. И напоминаем, что первое, да, следить за собой, обращать внимание, и не стесняться, и, в общем-то, вход в это лечение, в поддержку себя, это консультация даже у простейшего, у собственного семейного врача, который может оказать первую помощь, и что-то рекомендовать, и посоветовать, и выписать направление, может быть, дальше к психотерапевту, к психологу, или нужно к психиатру. Так что не запускать, это самое главное, и не стесняться. У нас пауза, после которой новые гости, тоже, в общем-то, достаточно серьезная тема. Ну, не достаточно, а очень серьезная. Утро.